так идемте дорогие друзья благодарю всех кто подключился пробуем пробуем идти ну давайте да ладно так народ вы все нужны мне в зале управления народ народ собирайся слушайте вы знаете что на кону бета гея и вся жизнь на земле могло показаться что зенита не уязвимы но это не так мы должны попасть на их базу и победить их одна из них на нашей стороне покажи базу покажите льда база она построена на руинах древней военной базы на острове к юго-западу отсюда я могу провести нас вот сюда незамеченными да и как же узнаешь свое время внутри мы должны будем попасть сюда стартовый комплекс и бету держат на самом верху но на пути нас ждет очень серьезное сопротивление наиболее мощная от джерарда и эрика среди зенитов а еще разберусь с их щитами и тогда мы их одолеем но работать с устройством будет проще если его понесет другу нужна сильная спина таскать это я могу даже если прибор сработает будут еще дроны призраки и жаль что у нас нет армии против них это я возьму на себе да и лоль узнаешь свое время ладно встретимся уже перед битвой где лучшее место сбора на побережье напротив острова оттуда я покажу дорогу хорошо я дам знать когда прибуду на нужную точку там и соберемся а вы пока займитесь подготовкой к бою все ясно да вы двое останьтесь мгм тильда помогла мне связаться с бетой и она рассказала кое-что важное внутри базы и есть установка под названием регулятор здесь как только зайдем вы двое должны пойти к ней и уничтожить вам будет нужна взрывчатка это остановит дроны поэтому это очень важно понимаете после этого ты должна найти способ проникнуть в сеть зенита просмотри все данные что оставила бета она точно знала как это сделать ладно зачем что мне делать в сети искать информацию о зенитах все о чем умалчивает тильда сайленс прав в одном очень глупо верить ей на слава да береги ладно цена ну что его и поговорите со своими спутниками дополнительно ну что ж пойдем пойдем разговаривать слушаю сам разговаривал ну ладно что ж дополнение надо выполнять пойдем малой пойдем надо доставить оружие сайленса на и базу в целости обещаю я буду с ними да встречаемся на берегу у базы зенита ну да просто я решила что надо всех проведать что время пришло никогда бы не подумал что пойду войной на бессмертных звезд я уже слышу застольные песни об этом кстати надо бы обсудить этих сынов прометея раз уж мы оба их разыскиваем если есть время конечно конечно есть если твой визор плохо работает можешь взять один из моих запасных у этой штучки просто скверный характер но она спасла мне жизнь жестоко ее бросить сейчас а еще она подходит костюму не портит же твой вид точно вару все сделал верно в смысле привел тебе спасибо да уж не знал что у него была сестра это выяснилось за пару дней до той вылазки в близнецы если если честно я жутко боялся что подведу вас там и он усадил меня выпить всего по одной говорили про семью провалу про утрату и месть про твою помощь а ты ведь так и не угостил меня выпивкой как обещал и и не рассказал как эрза сбежала от безумного короля да все не кстати как-то было конец света но лучше поздно чем если ты не против ну конечно считаешь нам с тобой стоит выпить прямо сейчас в смысле давай конечно но естественно за дело то надо выпить и так как эрза сбежала из дворца короля джирана ну сперва и пришлось выжить в кольце солнца во время войны карха бросали туда по пленнику в день и ради чего они просто умирали сражаясь с машинами как эти жертвы могли задобрить все остальные помешанные машины в мире когда настал черед эрзы карха натравили на нее большую машину чтобы точно убить и просчитались она одолела их все а вдобавок прикончила нескольких соколов джирана безумный король солнца был впечатлен решил что будет забавно взять ее служанкой во дворец он знал что унизит я этим я помню ты мне об этом рассказывал там она встретила авада он ей помог да но ни один свиток карха не поведает как юный принц умел вывести эрзу за стены дворца он знал что лучше всего будет замаскировать ее и он подготовил все необходимое чтобы она переоделась знатной карха вуаль духи и все дела думается мне она этому рада не было да за было готова голыми руками продираться сквозь стража дворца лишь бы не красить глаза как карха но авад убедил ее что иначе не выйдет она согласилась но с одним условием авад тоже должен был переодеться она заставила авада нарядиться женщиной а еще надушиться и напудриться эрза говорила что этот наряд ему шел больше чем корона да зрелище наверное было любопытное и сработало что характерно они не только сумели выбраться из дворца но и нашли странствующего торговца чтобы тот доставил эрза до границы до элой ты был прав такая история отлично идет под выпивку потому что хорошая такому стычку нет пожалуй мне пора встретимся в условленном месте я захвачу молот да точно точно х 5 мы пошли да это я скажу элой желаешь продолжить беседу ну конечно ну ладно молодцы да вот почему элизабет отдалилась я размышляла об этом тысячу лет она была гением провидится ее волновала судьбами будущее человечество но при этом он оказалась не хотела никого к себе подпускать делить с кем-то свое время думаю какую-то часть себя она никогда и никому не открыла мне кажется очень большую часть и я нашла запись с тобой и элизабет на испытательном полигоне там дальний зенит хотел украсть гей да очень неприятный разговор она сказала что после звонка думаю она жалела что у вас так сложилось все это время спасибо что сказал я корела себя за то что наш с ней последний разговор был таким и что она до конца жизни считала меня пешкой дальнего зенита а не той кем я была мне пара идти я буду готовиться к вылазке так поговорим за о элой мы готовы идти к месту встречи по твоей команде битва зенитами будет нелегкой как и все твои битвы зато в этот раз ты будешь не одна спасибо все здесь вместе и работают и учатся да если бы не вару этого бы не было угу 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 и смотрели на нее и я думала что песня долины всего лишь . на огромном шаре что в каждом его уголке кипит жизнь и тогда все страхи просто исчезли мне его не хватает знаю но вы с орандом вроде стали лучше ладить у него ужасный вкус в музыке но он извинился за насмешки над моим племенем и его хваленые действительно неплох но все равно надо расквасить ему физиономию и победить в нашем поединке оставь на нем пару живых мест мне пора и я сообщу когда можно выдвигаться пока ты здесь у меня есть к тебе одна просьба давай ты дала мне этот визор и с ним высшее призвание какого еще не знал народ удару если я паду в битве я прошу тебя закопать мой мешочек семян ради нас двоих золо и для этого ты должна выжить давай лучше все вернемся домой ладно зону упаднические настроения пойдем дальше тебе что-то нужно да потолковать надо перед выходом еще ну ладно расскажи про оружие как оно работает я улучшил систему подачи теперь оно создает волнообразный эффект на расстоянии я не совсем об этом спрашивала нет но я не дурак чтобы раскрывать все его тайны ведь ты же скрываешь свой план уничтожения дронов зенит да даже ты понимаешь что кое-что необходимо держать в тайне достаточно того что оно сработает а тонкости того как я оставлю при себе мне пора как скажешь так там нас еще один да так да не говори все получится если выполним свои задачи точно точно я же хотела отдать тебе вот это за помощь с данными по левиафану я не знала что тебе подарить и зо помогла с выбором спасибо это отличный подарок о о ладно мы с остальными мы что-то даже чтобы вы смогли проникнуть в их сеть незаметно но вам придется действовать быстро но что я по твоему могу там найти я не знаю правда если что ты посмотрела те данные по левиафану тут еще много надо изучить но я уверена что смогу разобраться как укоротить паводки и мне предстоит вновь обдумать все что мы узнали о легендах блюстители внушают нам что они были непогрешимыми но фаро точно таким не был из жадности он создал машины пожравшие мир он уничтожил знания притечь чтобы никто не узнал о его ошибках так что когда мы узнали что айлин помогла скрыть сотни смертей я начала думать что они все такие эгоисты бессердечные жестокие но выяснилось что все сложнее истина не прямая черта на новеньком свитке а полустертые брызги пятна на грязном пергаменте я бы очень хотела чтобы все квен смогли это понять чтобы никто не извращал правду ради своей выгоды сомневаюсь что бог и на это пойдет не он не другие блюстители как сказала айлин проще поверить что ложь это правда но я должна бороться пусть хоть одна искательница будет знать всю правду благодаря тебе элой угу когда все это кончится ты снова уплывешь за океан не знаю чем больше об этом думаю тем больше переживаю если я вернусь я даже не знаю разрешат ли мне оставить этот визор или меня могут наказать за чтение явно запретных данных даже если мне каким-то образом позволят остаться искателем соглашусь ли я с тем что правда о легендах будет навеки похоронена советом блюстителей решусь ли я пойти наперекор им и рискнуть своей семьей или даже федерой федера ты они не рассказывал она она тоже искатель одна из лучших в академии мы всегда соперничали я ее ненавидела а потом вдруг вся моя ненависть куда-то исчезла мы стали очень близки но меня отправили в эту экспедицию она обещала ждать меня не важно как долго она молодец хорошо когда ждут я даже не знаю я знаю очень здорово что ты с нами альва да в любом случае я благодарна наследию за наше знакомство никогда не думала что встречусь с настоящей легендой перестань я так стара да Элой Катала защитит тебя на базе зенита я не боюсь уверена Катала выполнит свой долг как и я А если мы там погибнем, то хотя бы не в одиночестве Знаешь, я бы предпочла, чтобы вы оба выжили Постараемся не подвести Мне пора идти Увидимся на месте встречи Правда приведет к победе Точно Точно, Алила, точно Так, тут еще один Нет, там нам еще, нам еще с регалой надо будет разговаривать Спасибо, Катаула Я рада, что судьба освела вас Ты вершишь судьбу И я тоже рад Да, кстати, я надеялся, мы с тобой сможем испытать новую руку там, где мы победили Исполина Пока не началась бутро Точно Я сообщу тебе, как доберусь Спасибо Теперь, когда бои уже скоро О чем ты думаешь? О Бали О Гульруде И о том, что на базе зенитов нам понадобится чудо Попробую не подвести Не ты идешь, я уверен Мы так и не обсудили то, что случилось в Близнецах Да, о чем тут говорить Был бы Варлтен Акт За отвагу его похоронили бы в самой роще Среди величайших воинов нашего племени Его подвиги достойны десятых Когда победим врага Попрошу нанести мне на кожу отметины Его честь Он гордился бы этим Ладно, до скорого Я буду ждать встречи Так Нам надо регалу найти Блин, она там пречется в подвале Сейчас мы будем искать ее Она там пречется в подвале Приветствую, Элой Не знаю, станет ли когда-нибудь легче Я найду этого ублюдка, Эрика И заставлю его заплатить Угу Угу Да елки-палки Пришла поиздеваться? Нет Ты правда будешь биться рядом со мной? Нет причин тебя предавать Правда? Я не смогла убить Хикаро И тебя тоже Тынакты не пойдут за мной До Карха мне не добраться Они прячутся за стенами Мне осталось лишь кричать От ярости До самой смерти Так покажи мне Как ее унять Я тебя оставлю Я пока заново наточу Все Ну что ж, дорогие друзья Направляемся к К месту схватки Сейчас мы тут В следующей серии будем проходить Так сказать Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка А тут что тут у нас нет? Нет Да Ну что ж Снег хрустит под ногами Так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому